Добрый день, меня зовут Виктория Пикшлини, я заместитель директора компании LCL Odessa. Добрый день, меня зовут Пехотина Ольга, я заместитель директора компании LCL Odessa. Добрый день, Шевчук Юля, таможенный брокер компании LCL Odessa. Чтобы кратко сказать о нашей компании, мы входим в группу «Твоя логистика», группу компаний «Твоя логистика», и мы предоставляем услуги на рынке Украины, таможенно-брокерские услуги, услуги международной перевозки, логистические услуги. Основные наши клиенты – это экспортеры из Украины, также импортеры в Украину, то есть это все участники рынка ВЭД. На тему сегодняшней конференции Максим Нефедов, таможня новая, методы работы старые. Что мы хотим сегодня обсудить, это то, что на сегодня в таможенной службе Украины очень большая бюрократичность, и также служба СБУ Украины очень давит на таможенную службу Украины. На протяжении, наверное, месяца или около того, наша компания пытается всеми доступными способами привлечь внимание главы таможенной службы Украины к той проблеме бизнеса, с которой мы столкнулись, и что ставит, в принципе, под угрозу основную деятельность нашей компании. Мы пытались договориться на прием с Максимом Нефедовым, но, к сожалению, все наши обращения были проигнорированы, и в связи с этим 17 февраля 2020 года все сотрудники нашей компании, которые находятся в разных регионах Украины, Одесская область, Волынская область, Чернигов, Житомир, Запорожье, порядка 200 человек собрались своими силами, приехали в город Киев, к стенам ГСТУ, потому что мы дорожим своей работой, дорожим своей компанией, и на данный момент, в связи с тем, что у нас аннулирована деятельность нашего, аннулирована лицензия на деятельность нашего склада в городе Черноморск, и мы не можем делать никакую работу, и все наши клиенты, которых порядка 100 человек, порядка 100 компаний, ждут в Одесском морском торговом порту возобновления деятельности. И для нас это действительно проблема бизнеса. Но, к сожалению, полтора часа промерзли 200 человек на улице под стенами ГСТУ, и ни одной минуты не выделил ни Максим Нефедов, ни кто-то из его представителей, для того, чтобы обсудить проблемы, с которыми столкнулась наша компания в нашем сфере бизнеса. Я хочу дополнить то, что причиной аннуляции лицензии на таможенный склад стала инициатива СБУ, а именно письмо Нескромного Дмитрия, написанное на имя главы таможни Украины Максима Нефедова, с инициативой проверки таможенного склада ЛСЛ Одесса. Результатом проверки стало то, что видеонаблюдение, инфраструктура склада, технологическое и техническое обеспечение терминала и таможенного склада, все в идеальном состоянии, и комиссия его одобрила, но выявили недостачу товара в 3 тонны. Важно то, что за весь период работы таможенного терминала там обработано более 5 тысяч тонн товара. И цифра в 3 тонны – это в соотношении 0,07% от всего обработанного товара. Это действительно можно считать статистической погрешностью среди всего объема. Но мы не стали ни опровергать, ни спорить с решением таможни совместного с СБУ. И в течение двух дней мы подали таможенные декларации. Согласно 428 статье таможенного кодекса, мы должны оплатить сумму штрафа за тот товар в виде таможенных платежей, за тот товар, которого не доставало на таможенном складе. Наши декларации не были приняты в работу. Мы писали письма на имя Кодиса Евгения, начальника Одесской таможни, чтобы их приняли. Но таможня дала нам такой вердикт, что мы должны оплатить сумму штрафа не в виде оформления таможенных деклараций, а в виде оплаты счета ППР. Этот счет мы ждали от таможни две недели. В принципе, в этот момент мы поняли, что основная причина и цель проверки – это была не проверка, соответствует ли наш склад всем требованиям таможенного кодекса, а в любом случае закрытие нашего склада. Через две недели мы получили счет на оплату штрафа, оплатили мы его в течение двух часов, сразу же получили подтверждение от отдела платежей, что сумма в бюджет зашла, что сумма штрафа полностью оплачена. Согласно 412 статье таможенного кодекса, таможня обязана сразу же возобновить лицензию и работу таможенного склада. Но, как все понимают, этого не произошло. Счет был оплачен 11.02. До сегодняшнего дня наш склад закрытый, он не функционирует. Когда представитель нашей инвестиционной группы пришел на прием к руководителю Одесской таможни Кодису Евгению и задал вопрос, по какой причине до сегодняшнего дня склад не может работать, функционировать, он получил ответ о том, что це политичне решення, чекаю решення с Киеву. То есть вот так просто на сегодняшний день начальник Одесской таможни вместе с своими подчиненными может нарушать статьи таможенного кодекса, не придерживаться того, что там написано. Так как статья 412 говорит о том, что работа склада должна возобновиться не позже, чем в момент уплаты суммы штрафа. Как брокер я ежедневно сталкиваюсь с давлением СБУ на таможенные органы, на таможенное оформление. Сотрудники СБУ могут позволить себе выбрать контейнер, машину или импортера и набрать таможню по телефону и сказать, что этот контейнер мы выставляем на досмотр. Без нас не досматривать. По практике обычно СБУ приезжает не всегда день в день или через пару часов. Они могут приезжать через два дня, через три. Таможня нарушает все правила, приказ 1316 Минфина, 338 статью. Они просто держат на досмотре мой контейнер. В 80% случаев, когда приезжают СБУ, они не имеют письма, даже не письма, а доверенности установленной формы ПК 467 ПКМУ. Хочу дополнить о том, что мы считаем, что это давление, с которым мы столкнулись с закрытием таможенного склада, мы так считаем, что оно связано с тем, что мы, прислушавшись приказа Максима Нефедова о том, что посторонние органы не могут присутствовать в зоне таможенного контроля без наличия письменного разрешения начальника поста с указанной причиной, с какой целью отдел, к примеру, СБУ приходит, сотрудник СБУ приходит в зону таможенного контроля. В связи с этим письмом мы внедрили карточную систему пропуска на наш таможенный терминал, и этот момент вызвал у сотрудников СБУ почему-то очень такую агрессивную реакцию. Именно после внедрения карточной системы у нас была синициирована проверка со стороны СБУ, была проведена проверка, и, соответственно, лишение лицензии тоже было после этого действия нашего. Я хочу дополнить, что то, что мы проводили мероприятия, пикеты, пытались записаться на прием к Максиму Нефедову, писали официальные письма о том, что мы считаем и аргументировали это, отталкиваясь от законодательства, о том, что это давление неправомерное, и оно нарушает все законы, и мы, ну, полностью наши все обращения были проигнорированы. Пикет, который мы собрали 17-го числа, был инициирован больше не руководством компании, а инициирован сотрудниками компании, потому что наша компания работает для клиента и зависит от клиента. Если у нас нет клиента, у нас нет работы. Соответственно, все сотрудники коммуницируют с клиентами, и на сегодняшний день из-за того, что таможенный склад не работает, у нас стоит в порту примерно 350 партий товара. Это 350 клиентов. И все эти клиенты звонят менеджеру, они все требуют получения своего груза. У нас по всем контрактам идут срывы сроков, и сотрудники, понимая то, что, видя новости, видя то, как мы предоставляем информацию сотрудникам, они понимают, что в ближайшее время склад не будет открытый. И инициатива, то, что все съехались в Киев на митинг, перечислила моя коллега в регионы Украины, с которых они съехались, это действительно была их инициатива. Я считаю, что на сегодняшний день есть очень большая проблема с коммуникацией, с офисом главы таможни Украины, потому что, к примеру, наши инвестора работают на рынке более 20 лет, и всегда система работы была построена так, что какие-то мелкие вопросы, которые возникают у бизнеса при работе с таможней, можно решить на уровне начальника поста. Если проблему не получается решить, то можно обратиться выше к руководству региональной таможни, к представителю руководителя региональной таможни. Если так не получается решить этот вопрос, тогда можно обратиться напрямую к руководителю региональной таможни. Если не получается закрыть вопрос, и вопрос действительно очень важный, то всегда можно получить поддержку и решение вопроса от представителя офиса главы таможни всей Украины. На сегодняшний день это так не работает. Невозможно вот этой вертикали работы в руководстве, ее просто не существует. Каждый сам себе начальник, и каждый понимает, что если ты с ним не решишь на месте вопрос, то твоя проблема абсолютно не будет никому интересна, ты никому не достучишься, и бизнес останется один на один со своей проблемой. Я, возможно, немножко грубо сделаю сравнение, но на сегодняшний день и в ходе нашей вот этой ситуации, с которой столкнулась наша компания, а я не считаю, что она маленькая, потому что наша компания владелец двух таможенных терминалов на территории Украины, достаточно больших таможенных терминалов и важных. У нас есть в управлении еще два таможенных терминала, то есть мы управляем четырьмя таможенными терминалами. Это очень большой процент импортеров и экспортеров, которых мы обслуживаем или терминальными услугами, или таможенно-брокерскими услугами, или логистическими услугами. Поэтому я не считаю, что мы та компания, которую не нужно слышать и от которой нужно отворачиваться от ее проблем. Так вот, мне работа Максима Нефедова на сегодняшний день напоминает, извините, еще раз страуса, потому что как только он узнает про проблему, он прячет свою голову в песок и не замечает этого, и думая, что на этом вся проблема решена. Так вот, эта проблема не решена, если ее не видишь. Очень хороший, наверное, метод работы на отчины бачить, сердце не болыть, но оно так не работает, бизнес от этого не развивается в Украине, инфраструктура также не развивается, потому что мы действительно очень много средств инвестируем в наши таможенные терминалы, на которых обслуживаются импортеры Украины. И если мы сталкиваемся с какой-то проблемой, не нужно прятать голову в песок и не слышать нас. Если бы Максим Нефедов чуть-чуть ниже спустился и услышал бизнес, то он бы увидел, что тот красивый пиар, который происходит в Фейсбуке, та красивая жизнь центрального аппарата, которая там происходит, кардинально отличается от того, что происходит в реальности и каждый день, с чем сталкивается бизнес. И именно с этим посылом мы назначали и хотели назначить прием Максиму Нефедову. Именно этот посыл у нас был в официальном письме, который мы зарегистрировали после проведения пикета 17-го числа. Но до сегодняшнего дня мы не получили никакой абсолютно обратной связи, кроме, опять-таки, поста Максима Нефедова в Фейсбуке о том, что он, в принципе, того, что он наслышать не собирается. Поэтому мы и собрали сегодняшнюю пресс-конференцию, чтобы это озвучить общественности, потому что больше тысячи клиентов, импортеров и экспортеров Украины, участников ВЭД, которых мы обслуживаем, действительно страдают от того, что наш склад закрыт, от того, что на наш бизнес давят. Так как с нами работают клиенты уже больше пяти лет, и смена брокера, смена того, кто организовывает международную логистику или смена терминала, для клиента это не вопрос одного дня, для них это важный вопрос. И то, что сейчас руководство Одесской таможни блокирует нашу работу, а центральный аппарат закрывает на это глаза, и идет на поводу у представителей СБУ. Именно об этом и с этим посылом мы здесь сегодня и собрали эту пресс-конференцию. Фактически таможня не возобновляет лицензию вашего терминала, правильно я понял? Да. Эта таможня делает по требованию СБУ. По факту, да, есть письма официальные. А вы не пытались выяснить, откуда, так сказать, ноги растут? СБУ не просто так, требовалась ли, может, взятка, либо какое-то дело было открыто против какого-то руководителя вашей компании или группы компаний. То есть, с чего просто СБУ взяла, заблокировала и не дает вам работать? Мое видение ситуации, ни одного криминального дела на сотрудников или инвестиционной группы нашей компании, ни на кого нету, никто не связан абсолютно с СБУ, ни у кого нету, если так, в общем проблем с СБУ. Но мое видение ситуации, это именно то, что сотрудники СБУ, а именно отделка, который, наверное, координирует, да, работают там или контролируют работу таможенных органов, они привыкли присутствовать на таможенных досмотрах, ходить в зону таможенного контроля безосновательно. Безосновательно я называю то, что неофициально, не имея какого-то письма, разрешения с указанием таможенной декларации, импортера или контейнера машины, с целью которой они пришли проверить и поприсутствовать на досмотре. Все абсолютно сотрудники СБУ привыкли к тому, что в зону таможенного контроля у них свободный доступ. Но есть письмо Максима Нефедова, которое говорит об обратном, что никто и никакие органы Украины не могут присутствовать в зоне таможенного контроля без письма на разрешение начальника поста. Мы после прочтения этого приказа внедрили карточную систему, потому что действительно от присутствия сотрудников СБУ в зоне таможенного контроля страдают наши клиенты, в первую очередь как клиенты терминалов, которые обслуживают терминалы, которые приезжают, это и брокера Украины, потому что у нас наш основной клиент на терминале, это именно брокер. Страдают от того, что сотрудники СБУ, они затягивают процесс таможенного оформления. Наверное, когда академию СБУ заканчивают и академию таможенную, наверное, учат разному. И опыт работы сотрудника СБУ и сотрудника таможни тоже разный. Соответственно, можно сделать выводы, что сотрудник СБУ не имеет никакого отношения к таможенному оформлению. В 90-х, наверное, в случаях сотрудник СБУ не знает таможенной декларации, не знает сопроводительных документов, и это превращается в просто перерывание коробок в поиске непонятно чего и раздача команды таможенному инспектору, который проводит досмотр. Получается такой парадокс, что таможенный инспектор, боясь возможно возбуждения какого-то дела потом или каких-то проблем с СБУ, не закроет таможенную декларацию, пока не получит какого-то подтверждения от сотрудника СБУ. А сотрудник СБУ начинает делать следующее действие. Фотографии, отправка по месседжерам в разных там WhatsApp своему руководству или тех, кто его туда прислал, и должны мы ждать око, подтверждения. Непонятно от какого человека, не совсем понятно, да, а инспектор никогда не закроет эту декларацию. Наверное, если бы я была инспектором, я бы тоже не закрыла таможенную декларацию, понимая риск, на который я себя подписываю. И именно по этой причине мы внедрили карточную систему пропуска на таможенный терминал. После этого наши проблемы все это и начались, потому что ни один сотрудник СБУ без письма, в котором указано четко номер контейнера, номер декларации или название импортера, по какой причине они туда пришли, мы не выдаем карточки, соответственно, они не имеют свободного доступа на наш терминал. Мое мнение, что именно этот момент вызвал у них вот такую агрессию, и проверка была синициирована буквально на протяжении недели после внедрения именно карточной системы этой. Вы сказали о том, что вы пытались назначить встречу с главой таможни Максимом Нефедовым, но у вас не получилось. Какими способами вы назначали встречу? Вы писали официальное обращение? Да, конечно. Мы это сделали в первую очередь. Мы официально обратились к главе таможенной службы Украины. Также мы писали ему на страничку в Facebook, так как сам Максим Нефедов говорил о том, что для него это удобный способ общения, и он будет очень быстро на него отвечать. К сожалению, мы это не увидели в своей практике. В своих обращениях мы в первую очередь изложили те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в своей ежедневной работе, и также пути, как мы видим решение этих проблем. И просили назначить какой-то, не знаю, прием, чтобы мы могли поговорить буквально 5-10 минут с Максимом Нефедовым. Если же мы понимаем, что, может быть, не всегда он может найти свое время, но он может дать представителя для этого, чтобы мы могли обсудить, как сам говорил Максим Нефедов, проблемы у бизнеса для него важны. Но мы пока это по факту не увидели, потому что ни приема мы не получили, ни какой-то обратной связи касательно наших проблем, совершенно ничего. Все было полностью проигнорировано. И куда дальше бежать и что делать? Наверное, доступный способ – это тот же самый пикет под стенами ГСТУ, на которой снова же полтора часа стояли, не было никакого нам ответа, либо же обратной связи. И в связи с этим организовали данную пресс-конференцию, чтобы хоть как-то достучаться до главы таможенной службы Украины. Потому что для нашего бизнеса и для наших клиентов, и для внешней экономики Украины я считаю, что это очень важно. Вопрос. Скажите, когда представители СВУ приходят на досмотр груза? Как Вы утверждаете, без наличия документа, который подтверждает законное право на проведение операции, Вы так просто соглашаетесь предоставить ему груз к отсмотру? На данный момент мы предоставляем груз на досмотр, потому что пока мы будем писать жалобы на руководство таможни, пока будем стучать в закрытые двери, говорить, что это неправильно, это нарушение закона, у нас, от нас уходят клиенты. Клиент не понимает, почему груз, приехавший день в день, не оформляется. У него простои, то есть затраты финансовые, у него срываются контракты, но они от нас просто уходят, и поэтому нам приходится идти на поводу в СВУ. Скажите, Вы говорили о том, что пытаетесь назначить встречу с главой таможни Максимом Непедовым. Какие вопросы и требования Вы хотели бы к нему озвучить? Основные наши требования, которые мы официально зарегистрировали после проведения пикета, которые мы писали ему на страничку в Facebook, которые мы регистрировали просто в общем отделе в офисе главы таможни Украины, и которые мы хотели бы озвучить сегодня, в первую очередь это немедленное восстановление работы таможенного склада ЛСЕ ЛОДЕСА, так как на это есть абсолютно все законодательные основания. Мы оплатили сумму штрафа, вне зависимости от того, согласны мы с ней или не согласны, для более быстрого реабилитации работы терминала. Мы это сделали две недели назад, поэтому сегодня мы требуем уже о том, чтобы работу таможенного терминала возобновили немедленно. Следующее это проведение служебного расследования о присутствии сотрудников СБУ в зоне таможенного контроля без письменного разрешения на то начальника отдела и параллельно проведение служебного расследования о содействии сотрудников таможни, которые мало того, что не препятствуют, они и помогают проникать сотрудникам СБУ в зону таможенного контроля незаконно. Третье – это рассмотреть просьбу нашей компании о присутствии оформляющей таможни в зоне таможенного контроля и на таможенном терминале LCL Одесса. На сегодняшний день у нас парадоксальная ситуация. На таможенном терминале LCL Одесса ноль оформляющих инспекторов, два досмотровых и зато постоянно присутствуют шесть контролирующих отделов. Как правило, это два сотрудника СБУ местного, два сотрудника центрального аппарата, два представителя комиссии оперативной таможни. Я считаю, что на терминале, на котором обслуживается большой процент объема клиентов, не может не присутствовать оформляющая таможня. И брокера, которые оформляются у нас, не должны ходить километр к другому терминалу для того, чтобы попасть к оформляющей таможне. И третье – это запретить сотрудникам ОБК, СБУ и других желающих органов присутствие и проведение именно участия в процессе таможенного осмотра груза. Вернуть систему передосмотра груза, то есть таможенный инспектор проводит полноценно, выполняет свои функциональные обязанности, проводит таможенный досмотр, после чего выписывает акт досмотра. И после того, как он выписал там и дал свой вердикт согласно проведению досмотра, сотрудники любых других органов могут написать официальное обращение о том, что они хотят назначить передосмотр данного груза. И если сотрудник, к примеру, СБУ передосмотрел груз и нашел отличие от факта товара в контейнере и того, что написал в акте досмотра инспектор, тогда инспектора увольняем с работы, груз конфискуем, все наказаны и никто никому не задерживает никакие операции. У импортеров нет претензий к тому, что сотрудники СБУ или сотрудники контрабанды или других отделов и органов задерживают процесс таможенного оформления. Инспектора есть мотивация работать честно и писать акты досмотра честно, потому что он знает, что у него есть риск того, что после того, как он выпишет акт досмотра, его перепроверят. Это все наши основные требования. Другие более, наверное, детальные, которые касаются нашей компании, не такие глобальные, мы написали также в обращении к Максиму Нефедову. Мы уже все, мы основное донесли, да, у нас все. Спасибо. Спасибо.